теперь настройка настройка желейки происходит каким образом мы можем настраивать весь строй и можем настраивать каждую отдельную ноту сначала важнее всего конечно настраивать весь строй это делается с помощью нашей трости трость это сердце инструмента с которым надо быть очень аккуратным как и сердцами у трости есть очень важный элемент это язычок язычок вот и вот как я сейчас делал вам лучше так не делать потому что этот язычок это сердечный клапан этого сердца как мы можем настроить подстроить нашу желейку у нас есть два основных способа это подстроивающее кольцо вот он такой черненькая сделана из винила вот это единственный такой скажем нетрадиционный материал в нашем инструменте если вам хочется вот прям традо аутента тогда вы снимаете это кольцо выбрасываете и вместо него наматываете ниточек но с ниточками жизнь у вас будет немножко сложнее так вот это кольцо предназначено для того чтобы язычок сделать короче или длиннее двигаем наше кольцо вверх и наш язычок становится короче и он конечно закрывается немножко поэтому может закрыться до такой степени что инструмент перестанет играть или будет затыкаться вот уже слишком то есть а можно может вообще настолько за можно просто заглушить трость таким образом она не будет играть нам это возможно пригодится когда мы будем играть на двух желейках но сегодня мы этого делать не будем так вот когда мы уменьшаем язычок и двигаем наше кольцо вверх то строй нашего инструмента повышается то есть язычок короче строй идет вверх а когда мы двигаем кольцо вниз язычок увеличивается очень сильно двинул язычок увеличивается и строй понижается то есть язычок становится длиннее у него начинается такая прям уже амплитуда больше там открытие больше и соответственно частоты которые он постигает они меньше то есть вот наша жалейка обычно крестьянская нынешние модификации она в тональности ми а вот если мы опустим наше колечко вниз то мы можем там даже достигнуть тональности р и до но до до конечно может дело не дойти но мы можем понизить другими способами о них расскажем позже следующий способ следующий способ это утяжелить наш язычок сейчас мы мы его могли дел мы его научились сделать короче и длиннее а теперь его еще можно утяжелить и облегчить это мы делаем с помощью воска но сейчас мы этого делать не будем потому что воски забыл в мастерской мы пошли гулять в лес и никакого воска здесь нет вот вместо воска вы можете использовать любую липнущую фигню это может быть жвачка или что но традиционно мы вам вместе с инструментиком мы вам кладем специальный кусочек воска для этих целей так вот мы берем маленькую со спичечную головку если вдруг вы хотите понизить понизить в строе нашу жалейку и на самый кончик язычка так чтобы до корпуса это не доставало мы налепливаем кусочек воска о я даже тут сейчас сдеру тут вот есть такой затыкающий воск залива мы заливаем чтобы не сифонил и вот самый маленький такой кропалик он у меня выпал к сожалению мы налепливаем и тем самым язычок становится тяжелее и общий строй жалейки понижается таким образом мы можем жалейку дотянуть аж до какого-нибудь до до какого-нибудь себе моля но 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 чем это чревато тем что у вас первая нота конечно вы можете ее дотянуть до себе моля но сам строй уже жалейки он поползет и скорее всего скорее всего верхние ноты они будут низить вот это важно помнить то что если вы искусственно так понижать то есть вот этот вот рабочий рабочий воздушный столб под который здесь все дырки настроены он рассчитан идеально на но настрой в ми да то есть а все остальные варианты строя когда мы повышаем или понижаем строй они уже чреваты тем что скорее всего вот эта настройка четко она начнет ползти ее можно как-то тут компенсировать какими-то тоже до лепками о которых мы расскажем позже но честно я вам скажу я вот не рекомендую этого делать вот то есть мы можем налепливать воск на язык он становится тяжелее и начинает вот это вот у него тиму тяжко вот и все понижается вот а если мы убираем по чуть-чуть допустим в тюнер смотрим такие о что-то у нас низко там вот мы надо бы повысить мы же можем наше колечко подтянуть а если колечко уже не ну она тянется вверх но начинает уже так закрывать трость что уже и не звучит или затыкается мы колечком открываем наш и и начинаем убирать воск и язычок облегчается и тут он жарейки ползет вверх и мы его можем дотянуть почти до фа диеза как минимум и может даже не сильно расползется строй это был второй способ с помощью утяжеления облегчения самого языка это был второй способ подстройки желейки с помощью трости способ третий он касается не только строя он касается еще и упругости и открытие язычка мы берем у кого-нибудь бородатого волосок из бороды из других мест не рекомендую брать из бороды лучше всех и чище получается но вот и мы этот волосок у него как раз вот толщина из головы наверное не не самый удачный в голове не столь крепкие толстые волосы мы его подпихиваем под наш язычок и доводим до самого низу до самого самого основания язычка так раз таки доводим и что у нас язычком происходит он открывается такой открывается и с ним происходят следующие вещи он становится более упругий соответственно начинает вывозить более тяжелое давление он становится громче и строй весь у нас из-за его повышенной упругости начинает опять понижаться вот и компенсировать мы этот можем с помощью нашего волшебного колечка то есть мы можем этот строй и упругость эту а выше двигая вверх кольцо мы можем немножко закрыть закрыть наш язычок и стабилизировать это через избыточное открытие вот мы конечно на всех тростях у нас уже такой подстройщик упругости стоит стоит да но мы конечно не берем волосы из бороды и из других мест и вообще в рамках того что у нас в мастерской все стерильно мы никаких волос вам в трость не кладем мы используем леску очень тоненькую чего и вам желаем и даже вместе с воском подстроечным я кладу нашим пользователям с некоторых пор немножечко лески ну не у всех есть леска не все ходят на рыбалку там где взять леску когда нету лески можете взять ниточку но ниточка она вот но она сомнется и скорее всего вот эта упругость которая есть у трости она со временем начнет теряться то есть а леска она будет эту упругость держать потому что это классный пластик итак я рассказал о трех способах подстройки жалейки подстройки и упругость если вдруг она у вас там затыкается трость вот так вот да от малейшего давления но не забывайте что возможно вы просто сильно до дурения дуете там достаточно вот просто дуть потихоньку вот и не надо никаких уже волосков лесок подпихивать подумайте о вашем дыхании и о смысле жизни у меня все напоследок я что-нибудь сыграю душевно напоследок это я обманул точнее забыл я еще забыл рассказать про один важный момент очень важно помнить что каждую ноту индивидуально мы можем подстраивать мы берем опять наш любимый воск кусочки воска и начинаем налепливать их на дырочки вот и если допустим вот эта нота вам кажется слишком высокой то вот на ближайшую к этому пальцу дырочку мы берем и налепливаем воск чтобы ее немножко прикрыть и тогда но то тогда тон этой дырочки он понизится и так можно сделать с любой с любым с любым звуком то есть а чтобы понизить самый нижний звук у нас вот здесь вот внизу есть подстроечное отверстие кстати им не надо пользоваться при игре некоторые начинают туда совать мизинец на самом деле это конечно возможно но это это отверстие сделано совсем не для этого вот теперь видимо у меня точно все и опять что-нибудь сыграю а а а а Субтитры создавал DimaTorzok